Настоящая раздорья для всех фанатов сериала Игра Престолов. На Алиэкспресс сейчас просто бум всего, что связано с книгой и сериалом. Всевозможные футболки, украшения, значки, кулоны и даже железный трон. Кому интересно, переходите по ссылке в описании и вы найдете все, что искали и даже гораздо больше. Всем привет! DVD-релиз шестого сезона Игры Престолов продолжает радовать нас приятными бонусами. Дело в том, что вдобавок к самому сериалу зрителям представят ряд анимационных видео, которые были озвучены актерами из Игры Престолов и представляют собой занимательный рассказ о всевозможных очень важных и интересных событиях из истории Вестероса. Ну что ж, мы с вами, конечно же, рассмотрим все эти видео и начнем с турнира в Харренхолле. Итак, турнир в Харренхолле – это грандиозное событие, которое происходило примерно за 17 лет до происходящих сейчас событий, которое, как многие считают, стало толчком к восстанию Роберта, изменившему весь ход истории в Семи Королевствах. Повествование в данном видео ведется от имени Миры Рид, которая, в свою очередь, слышала его однажды от отца. Итак, в год ложной весны сотни лордов со всего Вестероса прибыли в самый большой замок Семи Королевств, чтобы стать участниками или же зрителями грандиозного зрелища – турнира небывалого размаха. Миры продолжает свой рассказ, описывая тот момент, когда на ее отца напали три оруженосца из домов Хеев, Блаунтов и Фреев. Они сбили юного Хоуленда с Ноки и начали его колотить, но вдруг появилась молодая волчица Лиана Старк с мечом в руках и прогнала троих обидчиков, а самого Хоуленда Рида отвела в шатер северян. Там он встретился с тремя молодыми Старками – Брэндоном, Эддардом и Бендженом. Кстати, именно тогда между Ридом и молодым Недом зародилась дружба, которая, как мы знаем, продлилась многие годы, ведь именно Хоуленд спас жизнь своему Сюзерену возле Башни Радости. Но все это происходило позже, а тогда проходил грандиозный пир перед турниром. На нем, кстати, присутствовал и принц Рейгар со своей неизменной лютни, и его будущий враг Роберт Баратеон, славящийся своим умением пировать. Но отдельное внимание в повествовании Миры уделяется красавице с фиолетовыми глазами по имени Эшара Дэйн, в которую беззаветно был влюблен сир Баррис Тонселми, и, кстати, многие считают, что Нед Старк тогда тоже был покорен ее красотой. А Кайтлин и вовсе подозревала, что Джон Сноу – это именно плод их любви. Но сейчас мы, конечно, знаем, что это не так. К тому же мы видим, что в данный момент происходит что-то очень интересное. А происходит не что иное, как посвящение 15-летнего Джейми Ланнистера в рыцаре Королевской Гвардии. Кстати, этот факт окончательно рассорил Эйериса и Тайвена Ланнистера, который был в большой обиде на короля за это, ведь он, по сути, лишился наследника. Но и для Эйериса это событие в результате стало фатальным, и он принял смерть от своего белого рыцаря. Но настало время самого турнира. И здесь мы видим таинственного рыцаря смеющегося древа, невысокого мужчина в черных доспехах и со смеющимся черт-древом на щите. Этот рыцарь победил в поединке Хея, Блаунта и Фрея, а позже отказался от награды, сказав побежденным противникам, чтоб те научили своих оруженосцев правилам чести. После этого таинственный рыцарь исчез. Тогда Безумный Король пришел в ярость и приказал найти дерзкого незнакомца, но найти удалось только его щит. Самого же Рейгара нам больше так и не показали, но мне кажется, что во всем видео сквозит мысль о том, насколько события этого турнира повлияли на весь дальнейший ход истории. Мира говорит, что ее отец никогда больше не вспоминал о турнире. А когда она спросила отца насчет победы принца и того, знал ли он о Безумие Ериса и, может, даже мог сменить его на троне, Хоуленд ответил, «За что Рейгар боролся, я не знаю, но все знают, что он сделал». Что ж, пожалуй, данное видео это пока что самый полный рассказ о событиях в Харренхоле. Можно ли считать это предпосылкой к будущему флэшбеку в седьмом сезоне? Не знаю, вообще-то об этом говорят уже давно, тем более, что, как мы уже вспоминали, случившиеся там события изменили все кардинальным образом. Так что вполне возможно, что турнир нам все-таки покажут. Ну а пока что у меня на этом все. Так что не забывайте, как всегда, ставить лайки, писать комментарии, ну и делиться этим видео. Также обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас вы можете глянуть другие наши выпуски. И всем пока!